В Семее утвердили бюджет Семея на 2021-2023 годы, программу развития территории города на ближайшие 5 лет, а также список граждан для бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Эти вопросы были рассмотрены на дне очередной сессии городского маслехата. Все эти вопросы ранее обсуждались на общественном совете города. Как известно, впервые появилась возможность предоставить льготный проезд гражданам с минимальной пенсией. Подробнее в видеоматериале. При утверждении бюджета Семея на 2021-2023 годы было учтено его увеличение в целом на 1 миллиард 269 миллионов 806 тысяч тенге. Это стало возможным благодаря свободным остаткам, сложившимся к началу этого года. Большую часть из них планируется направить на завершение ряда проектов в коммунальной сфере. Только больше половины миллиарда тенге пойдут на решение вопросов теплоснабжения. В соответствии с рекомендациями комиссии по повышению эффективности работы и оптимизации мощностей существующих котельных учтено 578 миллионов тенге. В том числе на текущий ремонт объектов теплоснабжения 349 миллионов 329 тысяч тенге. На разработку проекта сметной документации для реконструкции котельных 229 миллионов 528 тысяч тенге. В частности на котельную Габасова 83 миллиона 470 тысяч тенге, на котельную 35 квартала 2 и 3 очереди строительства 10 миллионов 940 тысяч тенге, на 103 котельную 63 миллиона 675 тысяч тенге. Депутаты задали вполне резонный вопрос. Почему при регулярном выделении больших средств на систему теплоснабжения город вновь оказался неготовым к зиме? Поступило предложение написать совместное письмо в правительство о необходимости строительства в городе ТЭЦ-3, чтобы окончательно закрыть вопрос по теплу. Свой ответ по этому поводу дал Аким города Нурмбет Сахтаганов. Строительство ТЭЦ на это уйдет, сразу скажу, 5-6 лет. Сами хорошо знаете, даже на разработку ОПЗ, там стратегический объект, долго этот вопрос планомерно рассматривается. Но пока 4-5 лет мы замерзнем, поэтому эти вопросы пока 1,2 миллиарда в тенге, потом в течение года мы хотим еще 3,3 миллиарда в тенге. Мы достаточно нормальный ремонт сделаем. И вопросы в этом году появились из-за того, что были недоработки у нас в коммунальных хозяйствах. Это мы признаем. Депутаты утвердили еще один важный проект. Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сергей Калежуманов сообщил, что список пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, будет расширен. Нами предложены следующие варианты включить, добавить, то есть, три категории льготников, которые будут перевозиться бесплатно. Это пенсионеры, получающие минимальную пенсию, инвалиды первой группы и инвалиды второй группы. Как вы знаете, в инвалидах первой и второй группы относятся болезни, которые, как вам объяснить, гемодиалийс, инвалиды по зрению, все сюда входит в инвалиды первой и второй группы. Затраты перевозчиков по перевозку льготной категории граждан будут компенсироваться согласно данных операторов системы электронного беретирования, то есть смарт-концепторов. Также бесплатным проезд будет для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Во время сессии поступило предложение к следующей встрече депутатов пересчитать затраты и рассмотреть возможность расширения списка пассажиров с правом льготного проезда, включив в него ветеранов-афганцев, чернобыльцев, обладателей КУМУС и АЛТНЛК, а также студентов. По словам руководителя ответственного отдела, решение вопроса будет зависеть от финансовых возможностей и результатов подсчета системы электронного билетирования. Также на сессии была утверждена новая программа развития территории города на ближайшие пять лет.